Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я говорю, вот senior Java-разработчики в Москве и Петербурге получают примерно одинаковые вещи в районе 130 тысяч рублей. То, насколько это коррелируется, зависит от того, насколько лет опыта у человека. Есть ли у него английский язык, как правило. Есть ли у него опыт работы над Highload проектами и вот такие вещи. То есть, вот говорю, если вот в сторону плюса, как раз именно вот примерно в зависимости от соблюдения этих параметров, это и повышается. Поставим, да? Гросс, нет, это у нас, гросс, это то, что идет от работодателя. Минус 30%, то есть получается, это нарк, кинет. О, на 7. Это под джавистом. Здесь, значит, просто несколько языков программирования Станет, Oracle, Python, там, паспельчики, перлисты. Вот здесь у нас примерно тоже понятно. Уровень зарплаты такой, варьируется до 120, насколько я понимаю, тысяч рублей, вот там вот непонятно. Но город Москва-Петербург примерно одна и та же история. При том, что в Петербурге действительно, ну, как бы, уровень жизни немножко, ну, поэтому можно жить на эти деньги. То есть, в Москве, например, ну, вы сами знаете, что у нас 120 тысяч рублей, например, это та стоимость, на которую я в среднем хайдала от регулеров и синеров, ну, 120-150, да? Это такая, ну, цена, на которой у человека жить, в принципе, комфортно, но не более, чем комфортно. В Петербурге на такие деньги можно более чем привлечь, ну, зависит от того, там, семейного расстройства, все прочее. PHP-разработчики, соответственно, тоже история понятная. PHP-разработчиков там. У джуниоров, то есть, получается, 0-2 года опыта, ну, там, стажер до полгода, соответственно, полгода-2 года это джуниор, там, 3-5 лет это уже среднего такого уровня и семейного, там, вот, 5-6 лет. Вот, в Москве они могут получать до 180 тысяч рублей в зависимости от того, на какой который работает, или, опять же, и, там, вот, увеличить английского языка. Вот опыта работает с теми или иными, там, смежными технологиями, словно, стоимость специалистов растет. Вот, вот, разрыв между синирами, вот, PHP-шниками Москва и Петербург достаточно сильный. Видите, вот, верхняя граница, ну, реально большой разрыв. И, ну, в том числе, и, там, средняя, конечно, заработка. Ну, вот, ну, вот такая вот история. Это по городу России, чтобы вы ориентировались, да. А еще, кстати говоря, я забыла сказать про тенденцию, что, вот смотрите, если раньше у нас реально был большой разрыв между зарплатами в центре, в столицах и в регионах, то есть, говорю, даже в крупных городах, то последние, где-то, с шестого года наблюдается такая тенденция, что они потихоньку-потихоньку по зарплатам реально, ну, как бы, догоняют, там, ну, филляция, там, ну, аж 25 процентов, что-то такое, например, там, что-то потягивается до столицы. Ну, вот, вы видите, в принципе, по ситуации. Ну, в Севернбурге, Нижний Новгород, Новосибирь. Ну, Новосибирь так себе зарплаты, если честно, посмотрите, там, ну, меньше, ну, ладно. Плюсы, плюсы, соответственно, ну, Воронеж, Новосибирь, Савчин, бросают в глазах, вообще нет журналистских позиций. Ну, не берут, я не знаю, может быть, они, как они их выращивают, а что-то знают. Потому что сейчас демографическая яма, ну, вот, ладно. Соответственно, Москва, там, до 70 тысяч рублей предлагается, 50, в принципе, 60 в среднем. И, там, до Синьера, там, получается, до 160. Ну, в принципе, вот, по моему опыту, да, скорее, плюсовые разработчики Синьера, они стоят за 110-120, но в глазах здесь, ну, да, просто побольше. Я, в Севернбурге, средние цифры ставила, ну, такие, но, тоже, что-то, что-то, не говоришь. Шарф, опять же, шарф. Вот, смотрим, например, Нижний Новгород, Екатеринбург, Нижний Новгород, Мюдсибирс. Почему-то там нет спроса, видимо, на Синьера, кассоводчиков. Хотя, в принципе, Нижний Новгороде совершенно большой предприятий, который не знает, кассоводчиков. Ну, ладно. Примерный разброс монет, но, я так говорю, таблицы такие, в которых можно залипать, можно, я, в принципе, это все выкину, если что, там, посмотрим сюжет, будет интересно совсем. Ну, и ситуация примерно вот подобная. Вот, здесь, значит, по мобилкам говорю, если вот iOS-разработчики потребность, чтобы года два назад была, ну, намного выше, чем, например, Android-разработчики, да, то есть сейчас они потихонечку-потихонечку выравниваются. Вот, соответственно, статистику по зарплатам у нас, так они, естественно, дефицит, все стараются друг у друга перекупить, как-то там, что-то там. Вот, соответственно, зарплата у них тоже, там до 180 тысяч иногда доходят. Ну, всяких топовых компаний. Вот, я говорю, здесь нужно смотреть, что вот, где у нас стоят прочерки, значит, в этих городах, там, например, такие позиции, в принципе, ну, в текущий год не было спроса. Такая вот история. Ну, примерно, зарплата, да, ну, зарплата с заработчиками, а я с разработчиками. Примерно, примерно, это было. Вот, тестировщики, если есть тестировщики, интересно статистика по тестированию? Не очень? Ладно, проехали. И еще хотела сориентировать пусть с обминов. С обминов, соответственно, говорю, вот по зарплатам у нас вот такая ситуация. Москва, несмотря на то, что самое, как бы, вот я приархайдовала все с обминов на 140 тысяч рублей, но там было прям... Затем. А материировавшие факторы, опять же. Почему люди идут или не идут в те или иные конторы? Вот я сейчас расскажу об свое мнении, в принципе, с вами говорят, по Москве и по Пителю. Для Москвы реально справедливы вот эти три фактора, скажем, размер, долизна заработной платы, стабильность, социальный пакет, который компания готова предложить разработчику, да, и специалисту. Соответственно, расположение офиса компании, опять-таки, для Москвы это реально очень важно, чтобы не больше часа, для Петербурга немножко меньше, но тоже важно. Вот. Ну и в конечном итоге реально большое так как IT-шники у нас люди специальные, то есть они, как бы, сами понимаете, не банковские случаи, не эти, они, ну, идейные, любят, там, изучают технологии, там, все вот эти вещи, и реально возможность влиять на результат, выбор методологии, выбор практик, там, не знаю, какое-то взаимодействие с командой, может быть, удаленная работа, все вот эти вещи тоже, безусловно, оказывают влияние при выборе места работы. Потому что, ну, предложений много, человек один, и он забирает, вот, примерно, по этим факторам. Говорю, ну, вот, на мой взгляд, например, в Петербурге, я не знаю, там, зависимости, конечно, молодежь, работчик, больше, естественно, на третий, вот, третий фактор, я не скажу, решающий, у него не представляется. Потому что сейчас, как бы, компании, ну, все больше и больше количества компаний, например, не требует постоянного опроса в своей офисе и дает возможность удаленной работать, там, несколько раз в неделю, либо, там, условно, постоянно, но, что сложнее, потому что реально человеку уже сложнее работать. Вот, но, говорю, это реально, это очень важно. То есть, возможность принять на результат, выбор методологии, если это было, как-то, там, не знаю, ну, все, что связано с кодом, чтобы он был красивый, хороший, там, и вот, все-таки, чтобы он был в оптимальном возрасте, да? Соцпакет, что учащиеся. Соцпакет? Соцпакет, в принципе, это понятие, которое подразумевает, ну, я же сказала, метод страховку. И все вот эти бонусы, которые идут, типа, там, спортзал корпоративный, знаете, кормежка, насколько удобный офис, там, насколько тебе дают классные машины, классные машины для работы, там, не знаю, идут навстречу, там. А этишные конторы, ведь они, как бы, все больше и больше, чтобы переориентироваться, особенно такого нового склада, да? Они, как бы, настроены на то, чтобы между людьми, у которых было больше количества взаимодействия, чтобы человеку было так комфортно работать, что, в принципе, можно и домой не ходить особо. Ну, словно, организовать досуг, там, поставить какой-то хор для пинг-понга, я не знаю, там, все ставят эксбоксы в офисах, чтобы просто человек мог отречься, пойти сразу с колебами, отлично, то есть, как бы, немножко, ну, немножко, когда отдохнуть, расслабиться. Ну, в софт-пакет, в классическом понимании, это нет страховки, там, не знаю, страховки, там, стоматология, это что-то связано, борются же с работой, там, английский язык. А, еще очень важно, что большое количество контор, например, помогает обучение сотрудникам, да? В обучающих центрах, либо при конторе, например, как сделано в том же самом Яндексе, например, там, даже у того же самого Люкса есть своя, там, образовательные курсы, офлайновые или онлайновые, кстати, на которых они всячески пытаются, ну, там, обучать квалификацию, обучать английскому языку и все вот эти вещи, что-то в лучшем коде. Вот, все вот эти бонусы, плюшки, да, кормежка, опять же, в работе бесплатная, там, это тоже важно, наверное, вот, потом. Потому что, в принципе, конторы все предлагают деньги, все предлагают стабильность, а чем вы еще, ну, готовы у нас, в принципе, взялись, в следующий, сейчас, взаёмный. А, ну, тренды войти, в принципе, я вам пояснила. Соответственно говоря, вот, по трендам, если мы пробежимся, вот, если Big Data, понятно, что вот, наряду с нехваткой классических специалистов, Java-разработчиков, плюсовых разработчиков, там, перфейсов, и все прочее, реально сейчас наблюдается такая тенденция, что на рынке все-таки образовалась такая нехватка специалистов по полочнице, ну, как я уже сказала, и Big Data. Вот, соответственно, ну, Тайшинг-инфейс, я не знаю, поскольку совсем, ну, не так уж, как семенцы пока дошли до России, но, в принципе, вероятно, в эту сторону как-то это все двигается. Поэтому специалисты там по, не знаю, просто, что вообще используются там, например, по самоуправлению, сформирование образа, вся эта обработка глаз, просто, да, будет сложнее. Соответственно, мобильная технология, мы уже сказали о том, что реально растёт, растёт спрос, растёт потребность разработчиков по мобильной платформе, новые сервисы, которые только в облоне, там, ну, как-то меняют ошибки, ну, и интернет-вещение. Это, говорю, это тренды по миру, которые, в принципе, ещё не оказывают прямого влияния на рынок труда, но, как бы, уже такие первые зачатки мы уже, в принципе, прослеживаем и видим. Ну, вообще, на самом деле, я не каталась на самый большой, совсем большой доклад. Вот, в принципе, раскладка примерно такова. Я говорю, вот, статистика и как-то анализ нашего российского, наших российских реальность. Расклад пишет, в первую очередь. На самом деле, я думала, что если, как бы, у вас есть или иные вопросы, я готова поотвечать. Прямо всё, что связано с HR, с рекрутментом, как бы, ну, мол, есть у вас вопросы? Давайте расскажем. Это хорошо, когда тебе присылают несколько заданий, а ты его выполняешь, и тебе не отвечают. Я знаю, это знаю. Это, знаешь, такая, на самом деле, такая война, как, там, рекрутеров и айтишников всегда айтишники, потому что они год-то годятся, потому что они не занимаются этим времени. На самом деле, я думала, что это не очень хорошо, это не совсем вежливо. Ну, я не могу совершать, а ничего не отвечаю. Ничего, а ты пробовала ещё раз встречать? Да я бы пришёл, бы и вот, и спричал. Ну, так пойди, спочи, я считаю, что важно. Просто если ты уверен, что тестовое задание было бы хорошо, хорошо ли, ты реально можешь претендовать на данную позицию, а почему нет? Отвечается? Отвечается. Ну, вот, видишь, скоро можете суд за это подать. В конце концов, в конце концов, в конце концов. Помимо нужного списка технологий, у него ещё есть сколько же каких-то там смешных технологий, ещё что-то там, и значит ли это автоматически, что рекрутер отметёт кандидата как перекрофицированного? Нет, не как перекрофицированного, я вам объясню. На самом деле, впечатление огромного списка технологий в резюме реально всегда вызывает осторожность, потому что если человек указывает, что он знает всё, значит, скорее всего, с большинством языков он просто там один раз столкнулся, или, ну, он, может быть, он даже слышал просто об этом. На самом деле, очень по-разному. Нет, просто нереально. Ну, у них же у него, например, специалисты. Ну да, несколько языков. Безусловно, это нормально. Тем более, если человек с большим опытом, там, условно, он 7 лет уже имеет работу в резнаторическом, в основном язык у него джава, но он также знает плюсы, там, не знаю, скала может быть, ещё чего-то, чего-то там. Джава скрипт, когда они пишут. Голю, у него непрочтение огромного списка он стоит. Особенно у молодых социалистов, да, вот эти забавы. У админок нет, у админок это уже другое дело. Потому что админок, ну, есть там мы, ну, несколько мест работы, где с чем работал, там уже менее, не имеется, а вот, ну, собачь, по-моему? Да. Ещё такой вопрос, касаемо переполитка, если я ссориста, да, ну, словно говоря, технический специалист, дикнальный, даже не из смежной области, просто дикнальный, а решил переполитицироваться в разработчиков. Насколько это приветствуется у Альшаров, и помимо этого, и какие-то должные, какие особенности сходятся у Альшаров, и какие-то предприниматели. Вот, на самом деле, я смогла сказать про такую вещь, что реально сейчас всё больше и больше приветствуются такие универсальные какие-то специалисты. То есть, например, человек, который может быть, ну, условно, лидом, архитектором проекта, и, например, ну, менеджером по продукту, DBA, QA. На самом деле, это хорошо, когда человек, в принципе, имеет несколько, как бы, специализаций или навыков, которые, ну, может быть, применим там в широком спектре, так, чтобы его занять прям, ну, полностью. Но, вот, откровенно, хоть это нечестно, в принципе, так, ну, меньше рассматриваются люди такие, которые, например, с сомнением, когда специфицируются, например, в комитет, где кем-нибудь. Я имею в виду в отношениях IT-специализации. А, просто знай. Я имею в виду технологии, да, ну, допустим, радиоэлектроника, электроника, электротехника, то есть, ну, такие вещи. Ну, если бы я давала совет человеку, и abruptly ходила, Ikka, ну, Paleoch that skeptính. . iffsntu.gmgmgmgjggmgmgkg gmgmggmggmgmggmggmgmggmggmggmgmgkgmgmgmgmggmgmgmgmg x Ikska, Я надеюсь, что у вас не... Основной смысл и основной это пройти чат. Тебя бросила и больше людей. Окей. Чего ждут от заказчика? Посмотрите. А, вот если вы производите проекты, которые хайлят людей, и вы работаете с рекрутером или с HR-ом своим внутренним или с внешним рекрутером. Соответственно, что вам нужно вообще понять? Вы, например, понимаете, что вы зашиваетесь, вы больше не можете, и вам нужен человек в команде. А реально ли вам нужно? Сначала нужно понять, насколько у вас нужны все остальные люди, и реально, насколько есть потребности, сколько задач для еще одного человека, чтобы занять его полностью. Если вы поняли, что, таки, да, мне нужен еще один, например, разработчик, там, Джонни, там, Витя, или кто-нибудь в шоу, извини, да. Соответственно, что вам нужно донести до HR? Сначала нужно пообщаться и с Веном понять, насколько он, как бы, если у него хорошо, нанимал ли он таких людей. Есть ли у него такая база? Потому что есть такие HR, которые, например, специализируются, например, только на то, что вы хотите, ну, поймешься, да. И когда ты ему говоришь, что мне нужен, например, в лукопе, да, например, мне сказали, нам нужен CEO для РБК-медианера. А, ну, так как я, ну, когда-то на других жительщих позициях общалась с кем-то, и я сразу могу, примерно, ну, понять, кого из людей. Вот мне, в принципе, стоит там звонить и от меня отписать. Нужно привести до HR, что за проект, обязательно, прям со всеми мелочами, какой и сколько задач, там, сколько человек в команде, специализация людей, что человеку нужно было делать, с кем работать, там, какое начальство, там, сколько часто, я не знаю. Существующий продукт, что продукт, это первую очередь, чтобы он уже мог, что, не сказать, каких контор вам интересны кандидаты, а с каких вообще нет. Например, если у нас, по-своему, вложена в обсистема, мы, соответственно, не будем ждать людей, просто с каких-либо услуг, в обструкции, ну, которые ваши, просто с этим с этим делом, так сказать. Вот, соответственно, список технологий, которые нам работают. Ну, примерно, вы должны в голове держать очень такой четкий, понятный список этих необходимых, но достаточно, скажем, требований и с профессиональной точки зрения для специалистов. Ну, и потом, говорю, так как это России не бывает так, что действительно выходит профессионал, но он тебе не понравился лично, а ты с ним работаешь, вы есть. Вам нужно понять, с какого у вас хвата человек, там, надежный, или, наоборот, такой очень инициативный, очень шустрый, подвигной, может быть, в какой-то виде, в какой-то спокойной деятельности, какой у вас человек не будет. По самому чару все это универсирует, потом он начинает посылать из дома. Если вы видите, по-первых, не взимая, что вообще не уходите в правильное вообще на российском, да, то это уже, там, ну, ну, как-то, я знаю, что это уже хорошо. Ну, говорю, лучше идите к HR, на который, примерно, ходит людей, похожих, скажем, в ролей, которые университет. Если у человека резюме и трудовая биография со стратегией джампер, то есть он работает где-то за год, полтора-два, потом переходит. Вот, со второго, это нормально. Соответственно, возникает много вопросов. Бывают же такие места, что человек проработал три месяца, и, естественно, он объясняет, что за время спадательного срока он понял, что компания ему не подходит. Это тоже, в принципе, нормально. Вот подробнее объясни. Просто вы в IT-шной отрасли, в остальных отраслях считается, что человек, если три года на одном месте отработал, поменял работу, то это нормально. В IT-шной отрасли минимум год, наверное. Да, абсолютно. Ну, зависит от того, насколько реально там. Если даже нет нескольких мест работы, если со всех мест работы, чтобы придел через год или меньше, это уже как бы вызывает вопрос. Если есть хотя бы одно место работы деланного прогноза, потом начинаешь с ним разговаривать. Если это три месяца, два-три месяца, то это уже вопрос от человека. Не реально просто, когда человек начинает себя восстановить какие-то все, ну, стремные, к чему он ушел, от тех от тех от тех, то это уже реально так все распаковывает его в год. Хорошо, если человек работал, он теперь на нескольких местах работы, как трудовой было одно, может, если бы резюме указать, что... Конечно, предусловление. Нет, в резюме указываются все листы работы, устроены официально, либо там проектные работы, которые вы реализовывали, там внедрили, что-нибудь поставили, он это все работает на этих, я пошел дальше. Все эти вещи, условно, указываются в резюме. Общался я с коллегами, создается впечатление, что просто фильтры HR у некоторых резюме не проходят. Да, ребята, наверное, есть такая сложность, поэтому при составлении в резюме нужно составлять звук грамма. Как продающий текст? Ну... Ну, так оно и есть по сути, ребята. Если бы, если бы большие конторы, то все равно, даже вот психология внутренних HR в больших конторах, реально, когда бесплатят престижно и классно, все равно оно схоже с рекреационными сторонами. Ну, у многих HR попадается еще не профессионализм, потому что я видел реклубменты внутри в течение полутора лет, была у меня одна-вторая такая работа, в одном известном очном кадровом холдинге, поэтому я видел все это их внутри, и сейчас часто приходя на собеседование, но я уже чувствую, профессионалы HR или нет. Может, они тоже это чувствуют, и поэтому я им не нравлюсь. Не знаю, когда я приходила на собеседование, у меня было ощущение, что я собеседовала HR, а не наоборот, как обычно, было забавно. Не знаю, давай. Что точно стоит, и что точно не стоит, если перебивать? Что точно стоит? Ну, в принципе, понятно я еще. Сколько лет? Где работал? Что реализовал? Какие стереологии? Нет, сколько лет работал в списке? Где? Возраст? Ну, в принципе, да, может быть не стоит, но в любом случае, у вас там будет какое-то течение уже, не стоит. Я считаю, что это стоит. Ну, потому что, конечно, мы себя предъявляем, вот когда зимой это, наверное, максимально полный себя видит. Может быть, какие-то... Нет, подряд вообще не имеет, ну, вообще не имеет, подряд. Это же собачка. не имеет. Да. 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 язык, ну, язык, базовая подготовка, как инструмент, да, если бы это язык, то есть все, что его окружает, в сморке, ну, во всяком случае, небольшого взаимоотношения. Как здесь? Ну, джуниор, вообще, в принципе, понимание работодателя, скорее джуниор, действительно, человек, который имеет, например, хотя бы полгода, ну, условно, да, полгода он изучает технологию или чего-то на ней делает, или четыре года, ну, полгода уже работает, примерно, ну, там, изучает и, соответственно, реализует какой-то проект, да, в данном языке программируем, плюс все сопутствующие, там, необходимые, соответственно, если он, то есть, фронтенщик, и он джуниор, то, он, там, хотя бы, жирстанщик, уже, там, учит всякие джавы. То есть, на самом деле, это зависит от позиции, да, еще? Да, зависит от позиции, безусловно. Куда же музыки из интернет кидать, да? Да, 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 да. Ну, да. То есть, я-то считал, что, язык как инструмент, плюс база какая-то, и все, вот, на самом деле, на самом деле, язык из базы, а только стажер? Да, да, скорее, да. Нет, безусловно, потому что у него должен быть боевой опыт уже какой-то, хотя бы минимальный, но, тем не менее. Да, понятно. Стажер, да, стажер, как бы, отдельная роль. Ну, контора, понимает, учит, опять же, в ДНК. Нашел нормального человека, был неодоплатный, а учитывал технологии, варил уже, ну, дело техники, дело времени. по сути, ну, какие-то конторы, реально, решают выкладываться таким образом, это более трудоемко, дольше, туда-сюда, но зато, при этом, как бы, в конечном итоге, это дает, конечно, хороший поток. там, человек долго работает, он работает за недорого, пока что, потом его там звучит, очень-очень, и по себе можно его, соответственно, заточить, свой проект, по-моему, чисто. на живом, уже жил, у него. Есть вопросы еще? Еще, просто, жили у нас, после, любое программ, лечение, как человек говорит, до 26 джуниор, нормально, после 26 джуниор, что-то же я на него. Ну, в зависимости от того, я говорю, куда ты ведешь. Ну, опять. Ну, как правило, джуниор, наши студенты, начиная на 4-5 курсе универа, уже там, подрабатывать, там, теми, которыми он справился с стажерами, чтобы видеть свой минимальный опыт, чтобы он устроился дальше и дальше. Да, в принципе, понимание классических джуниоров, где-то 20-21-22-23. Ну, примерно так, да? Если, в принципе, ты, как бы, была ситуация, человек, технологический, хочет переквалифицироваться, например, в разработчика джуала, то понятно, что сначала он метит позицию на позицию джуниора, например. И он, условно, указывает резюме, там, желаем этого, и все такое. И, в принципе, в зависимости от того, тебе резко, нет, я думаю, что это не важно. Ну, если ты, 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 я в 45-е, всю жизнь работал профессором, и потом еще, потож, что-то мало. И еще, какая тенденция? То есть, компании, которые считают выращивать специалистов внутри, или, что-то желательно хотят сразу получить готового специалиста? все конторы, хотя готовы специалисты, которых можно бросать уже, говорю, на проект, уже просто только пуст, ехать с него. Несловно, потому что, говорю, это реально большое количество, тем более мы сейчас, я же говорю, что мы сейчас в географической яме, потому что количество вузов не успевает представлять такого количества специалистов, которые как бы есть на рынке. Но в то же время, говорю, есть прописательные специалисты, специалисты в поддержке с обменой что-то еще, которыми, в принципе, если бы перепропилировать, то можно было бы закрывать какие-то там потребности рынка на морозе. Но это, говорю, не многие конторы на это решаются, потому что у не многих контор есть, например, совет, для организации своего... ...выкзавательного центра, потому что дом. Сейчас, сейчас, чуваки. А если выключите, включите? Ну, конечно, в принципе, я могу и так сказать. А может, как и так все отношения? На заднике все не отслышано. Вот на базе ключа мы, скажем, реализуем это дело, когда мы переедем. А, минутки рекламы. Мы скоро переезжаем. С сентября мы будем работать на конюшной площади в огромном помещении, там, электролиум, на 120 человек. Офигенная вентиляция, я понимаю, что жарко. Но там будет все хорошо. Ну вот. Поэтому на базе, говорю, большого ключа мы уже будем организовывать такие образовательные компании, как, например, смотрите. Привлекать специалистов, экспертов уже с рабочими, как бы с реальным опытом разработки, например, из нескольких компаний. И, скажем, делать курс фронт-энд разработки, там, с старшек, с какой-то минимальной базой, там, и, как раз, в режимах, на фронт-энд-лежей. Вот это был не только теоретический блок, чтобы был также практический блок, и чтобы по обучению курса у людей было уже какой-то там, людей, которые проходят обучение, набрать стажеров и, соответственно, себе уже как-то, как-то восполнить свою самую потребность. Вот. Нет, конечно, все хотят, все хотят готовых специалистов. Конечно, все хотят. Там за ним гоняются, вот, я не знаю, вот, ну, например, в Москве рекрутеры, я не знаю, как писали, я никогда не это, но в Москве рекрутеры очень агрессивные, тем более, если ты же разработчик, например, хороший, да, сериаловый, то себе тут минимум, там, три раза в неделю приходит обучение классное предложение, и два раза в неделю ты не звонишь. Это если даже у тебя закрытая резюме, и ты, там, публиковал его на Хатхантере, бог знает сколько лет назад, все равно оно есть в базах рекрутеров, все равно тебя это предоставит либо по соцсетям, либо там еще как-то, ну, да. Да, на самом деле, есть такой вопрос, я, к сожалению, не получил, у меня есть в базах, да. У нас там были статистики, где видите. А, все это отлично, но, что с тобой говорить, смотрите, вы говорите, там, должны, там, готовы, все замечательно, смотрите, есть опции, а есть вот это все либо, вот, они, с одной стороны, разные, с другой стороны, в чем-то пересекающиеся. А если мы будем говорить о менеджерской программе, насколько вообще реально, например, человеку, который, я не знаю, там, вырос, например, какого-то маломальского менеджера в ИТЭК, да, это кто всем серьезно может... А ты имеешь в виду именно менеджер как... Управление. Как тимлит или ситио, или сио, да? Как управление. Или менеджер в проекту, я имею в виду. Ты типа, ну, маленький, вот проект, знаешь, или киш-менеджер. Там, безусловно... Ну, это может быть так. Да. Вопрос, что? Вопрос, насколько реально вырос, чей? В течение ИТЭ и В. ИВ инфункционной безопасности ты имеешь в виду? Да, инфункционной безопасности и ИТЭК. То есть, с одной стороны, можно уже... То есть, это такая позиция, которая, вроде как, умеет управлять, но, на самом деле, это приватильщик. То есть, если я хороший менеджер проектов, то он успевает свой проект строить. С другой стороны, если я не понимаю... В тюрьме, смотрите, смотрите, наверное... Нет, смотри, я тебе сейчас даю. Я, например, менеджер и ПАНД. Можешь ли ты мне предложить там менеджера ИТЭК? Примеры. А зачем? По смыслу? ИВ и так достаточно... Нет, я не говорю, компания работает или нет. Компании, в принципе, нет. Потому что, говорю, это такая... Ну, область-то узкая, но при этом, как бы, если быть специалистом, то зачем тебе вообще делать? Нет, в принципе, ну, ИТЭК я не скажу, что много работал, разве что я сталкивалась там, вроде, со скверским таким-либо, да? Но, ну, блин, вот сложно его просто застанавливать. Ну, скорее, нет, чем, да. У нас у меня просто... Сестра у меня просто специалистка ИТЭК, поэтому, вот, Главническая Евровенькая издевая, да, сейчас. Ну, не знаю, есть какие-то вопросы? А вы, по-моему, упустили момент, что не стоит писать. Не стоит писать, на мой взгляд, не стоит писать технологии. Во-первых, не стоит писать технологии, с которыми вы не сталкивались. Во-вторых, не стоит писать работы, на которых вы поработали два месяца. Это не классно. Если, например, вы не там человек с нулевым окном, который был хотя бы два месяца работал. Не стоит писать. Не стоит писать причины, в котором ты, типа, в котором ты уходила от компании. Потому что есть такие резюме, например, знаете, если люди, ну, много отсюда уходили, они все пишут, причины ухода, там. Начальник, там, и все говорят, ну, что такое классно, например. Вот, не стоит абсолютно точно писать личностные характеристики, например. Ну, это как бы не очень круто. Ну, ну, как бы это вообще не нужно, в принципе. Там должна быть необходимая достаточная информация. Ну, краткая, четкая, емкая, там, контора, проект, языки программирования, это самое, и файл. В принципе, что хорошего, может быть, ты реализовала? Что хорошего, может быть, награды, может быть, еще что-то, да? И сразу тоже вопрос, на самом деле, я был первый раз среди вас, но это очень интересно. Смотрите, вы говорите, чего не стоит. Ну, вот я, например, же беру запечатывание, да? Первый вопрос, а даже я еще ниоткуда не уходить не собираюсь, ну, ничего, чего-то. А почему вы рассматриваете вариант ухода? То есть, что лучше на этом отвечать? Правда? Правда. Какое? Мне нужно загнобить работодателя, сказать, например, у него нет хороших проектов или еще, или мне лучше загнобить себя и сказать, что, ну, я неудачник на компании, я вам попробую вашу, да? Ну, серьезно, или как? Нельзя добить себя, ну, как бы, даже если ты не укрепляешь разработчиков, хочешь, что... Я укрепляю, я укрепляю. Да, да, да. Смотрите, ну, как бы, отзываться работодателю плохо или там персонально там у какого-то плохо, это не очень клево. Лучше сказать, что, например, я реализовала там максимум своих возможностей, либо, там, мне не дают идти для развития, либо, там, меня не плащают, либо, там, меня не плащают, а я считаю, что я заслуживаю. Ну, извините, я не знаю, принято здесь выражаться или нет? Нет. Ну, это значит, что, а, ну, знаете, чудак, либо я чудак. Если я не могу реализовать себя в компании, наверное, я какой-то такой. Если они не могут ничего продать, наверное, я не там. Ну, серьезно. Ну, вот вы то, что говорите, это общая схема. Вот я бы, не знаю, как мне к этому человеку относиться было бы, если бы он пришел ко мне в фиксирование. Я думаю, ну, реально большую настороженность вызывает, если человек начинает реально плохо отзываться во своем скучном работодателе. Потому что ему сразу вопрос, какого ты там вообще делаешь, ну, в конце концов. Ну, или как бы, к чему ты тогда вообще пошел. Нужно просто объективные причины. То есть, посмотрите, там, вот у тебя есть, например, такие, ну, такие-то амбишнсы. Например, там, я хочу коленового роста, я хочу роста, там, типа, ну, получать какие-то там новые образования, узнать, там, узнавать новые технологии туда-сюда. Либо, там, я хочу больше денег. Ну, вот условно, где-то вот эти три штуки, вот нужно как-то вот именно вот обраться. Да, отлично. Просто, блин, какие курсы, вот я не знаю. Не то, что курсы, но условно, я хочу. В листе, говорится, никогда не показывать, как я, деньгам. Ну, нет, деньгам, это нормальные вещи, потому что, если ты считаешь, что ты зарабатываешь меньше, чем ты доставил, например, то, скажи, ну, я думаю. Или, если ниже среднерыночного, то, да, да. Не, понимаешь, тоже вопрос, заработать среднерыночного. Вот скажи мне, в Питере, сколько среднерыночной зарплаты, чем обыгромисты? А мы уже смотрели. Да, я тебе покажу, как вы презентации делали. Хорошо, смотрите, говорю, а также очень, ну, очень важно, там всегда благосклонно и классно относятся к тому, что, например, если вам, ну, такие хорошие люди не дают приживаться в плане технологий, там, например, вы работаете, работаете в день-то в лодсовской компании, где было там все на время, там, и вы изучаете самые-самые предовые, какие-то технологии ушли, там, например, в банк, продали свою душу, там, за деньги. Сидите белым воробничком, ничего не изучайте, ничего не делайте. Это тоже не очень хорошо, это, ну, что же там стоит, пожалуйста. Ла-ла-ла-ла. Ну, что там? Это всегда очень важно. Это, значит, что человек стремится там, что-то хочет. Нужно просто понять, чего вы хотите, почему вы там не можете лезать. Можно, честно, рекомендую рассказать, что пришел работать в банк, чтобы получить льготные кредитные ипотеки. Уже нет, стинуло к профессиональному развитию, ни по поводу, ни за чем. Банк еще чьима, вот какие дают под льготные кредитные ипотеки? Своим сотрудникам? Нет. То есть, админам вроде дают, и дают. А вот прям от этого догоняются еще, и что это? Ну, догоняются еще дают. А если к тебе, ну, что? А им еще вопрос, кстати. Насчет черной магии и рекрутмента, значит, вопрос интересный. Версионный контроль в режиме в базах рекрутеров, как он ведется? Версионный контроль? Ну хорошо, к примеру, у меня было одно режиме 2 или 3 года назад. Потом я не работал ни где официально, а работал в трех местах. При, скажем так, выборе там, вакансе, например, где-то я, например, иду на ведущего сисадмина, у меня в режиме одно. Где-то я иду на пресейл, а одно другое. То есть я знаю людей, у которых есть 3 ветки развития резюме, это сейл, пресейл, а социалмин. Они идут, они в продажах везде, они смотрят, где им больше понравится, где больше денег и никуда и уходят. Есть такие люди, конечно... Ну это нормально, не знаю, я бы не сказала, что люди к этому очень плохо относятся. Ну просто говорю, что... Я рассматриваю, там, тул, 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 тул. Места там меньше 2-3 месяцев. Ну, например, по результатам испытательного срока человек понял, что компания ему не подходит, всё, он уходит. Ну да, безусловно. Что такое? Да, если 10 лет, то, что... Принимают на работу и идут записи в другой книжке, это обычно разные люди. Поэтому простор тут может быть вообще. Я не знаю. Вы не устали? Жарко. Ну, если есть какие-то ко мне вопросы, ещё мало ли. Если есть какие-то личные, мы оттавали. Вопрос. Как у нас вообще рекомендаторы к дополнительному образованию не по специальности, не по... Ну, его можно на самом деле даже вообще не уходить. Не уходить. Это, например, не математическое, не техническое, и, там, ну, условно, музыкальное, или, там, гуманитарное. Ну, если там социология, философия, ну, и вообще можно указать. Ну, как бы... Ну, это значит, что реально человеку это хорошо, когда у него не спешит. Ну, если, например, где там... Если экономическое, то что это надо показать, и юридическое, тоже это хорошо. Ну, в принципе, считается нормально. Ну, как бы, если говорят, там, медицинское, ну, а зачем? Нет, это, в принципе, уже не требуется. Понимаете? Там нужна медицинская для конкретной полоспециальности, точно не надо быть. Я еще раз такой вопрос на самом деле. Сейчас я вспомнил, а вам интересно. Смотрите, а вы поставляете реку агентство, правильно? Я? Ну, условно. Вы рекрутер. У вас разные клиенты, например, не знаю. С темы, и красоты, и разные люди. Вот. Что происходит внутри, если, например, у вас, заявка в микрософт, у вас там нужно, например, тут Nature. Вы вызываете меня, я вам показываю классное рекрутерное, мы с вами хорошо общаемся, все окей. После этого я иду на секседу в мультурную, и говорит, блин, полный шланг. Что с моим резюме происходит в вашей базе? На самом деле, ну, рекрутеры, как правило, в больших конторах, если большая база резюме, вот, например, и опять же, соштут на люкс. Там порядка 300 тысяч резюме в базе, да? Где-то порядка, сейчас скажу, на разных локациях, где-то, может быть, 50-60 человек на работу в микрософт. Соответственно, ну, рекрутеры ставят, безусловно, свои пометочки, там впечатления от встречи, там полный, ну, не знаю, вообще никому никогда не показывать. Или вот этот очень классный, там, но не подошел, например, туда-сюда. Да. Ну, да. Но если при этом рекрутер, в принципе, думает, что, ну, он, безусловно, получает какой-то работодатель, который с вами встречался, там, например, Техналь, говорит, что пипец. Там, если Техналь запарывает, то уже, скорее всего, даже в конторе немножко попроще, но не стоит показывать. Если запарован, например, РНП, ну, то есть, руководители непосредственно не падают, другое дело. Просто они только не сошлись люди, и все. Да. Ну, вот эти вещи, это просто не ускоряется. Бывают такие, на самом деле, какие-то результаты, которые я посылала, там, из-за контроля, там, и параллельно еще ДТ-чика для тех, тех и тех, кто, и, соответственно, посылали, да, и кто это. Нет, это наш пример, как. Очень просто и, в смысле, и за пальцы. Просто это, грубо говоря, на самом деле, для представителей тоже в большом счете получается проблема. Что я больше там, я не знаю, как себя подвинуть, не особо подвигать. Принял только собеседование, где-то чего-то не получилось, и потом на него вот кадровые агенты рисуют кресты, 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 и когда он приезжал... Не-не-не, смотри, это же... А тут же не все рекомендустеры вообще в мире, как бы, связаны между собой, и, как бы, они никому не говорили. У нас, блин, Россия очень маленькая, на самом деле. Ну, нет, я бы так не сказала. Ну, один раз случайность, два закономерных статистика. Надо задуматься о силе Вене. Да, да, да. Ребят, если создать конторы, то да. Если ты знаешь, что, например, коллеги из, например, такого-то агентства работали с этим заказчиком, например, с дойчей банком, ты, ну, как бы, спрашиваешь, в первую очередь, у тебя заказчики, а не у именно кандидатов. Ну, много, я не понимаю. Нужно обрабатывать, 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 и обрабатывать. Это еще по-моему. А 300 тысяч, которые вы собрали? Просто выкачали из хатхантеров? Из хатхантеров, в соцсетях, люди, которые мне присылают... А? Это не обязательно мы поедем на собеседование. Не-не-не-не, не обязательно. Из них на собеседование было, ну, может быть, процентов. Да. Ну, даже если цель нет. Ну, вот. Ну, вот. Ну, ребят, спасибо большое, что послушали меня. Это было первое публичное наступление. Вот, не обижайтесь. Если будут какие-то вопросы... Спасибо. А можно эти слайды кинуть? Хорошо. Слайды скину. И я говорю, какие статистики, все-таки по миру, по Азии. Вот тут барышня просила. Я очень статистику поховала, что не нашла. Спасибо. Ну, еще что-нибудь незаместное? Аида, надо тебе сервис, успешные резюме организовать. Окей. В принципе, я думаю, люди тебе приходят, лучше помогать. Ну, я подумаю. Консультировать, да. На хатхантере есть такая тема. Не буду знать. Спасибо. Аида, надо тебе сервис, успешные резюме организовать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.